всем привет меня зовут наталья давно я вас не мучила своими видео про покупочки и вот сейчас решил исправить это в этом видео у меня будут покупки из разных магазинов такая сборная сборная такое видео и действительно давненько уже я ничего не снимала и не показывала про покупки поэтому у меня тут накопилось может быть даже больше трех месяцев я что-то больше трех месяцев назад вот в частности с алиэкспресс ко мне приходили товары ну то есть это не единовременно все были покупки сделаны а постепенно у меня копилось и сейчас я решил в этом видео сразу вывалить все свои богатства на видео ну и вот я раз упомянула то уже начну показывать с алиэкспресс уже эти товары у меня давным-давно лежали в корзине а тут на момент заказа как раз было модно девчонки много показывали что к ним пришло наклеечки вот эти вот с алиэкспресс но я как раз наклейки не люблю и они по их ссылкам покупала по своим которые мне уже в корзине лежали поэтому вот я набрала значит может будет отсвечивать не знаю но не из упаковки не хочется доставать в общем вот такие бумажечки разные ну тоже все уже знают их не знаю показывать не показывать видео наверно будет слишком большое если я все начну показывать но вот здесь вот такого типа бумажечки разные газетные и как я уже сказала я специально хотела чтобы были не здесь темнее то же самое второй вариант но на бумажке уже темнее цветом в общем не наклейки мне не нравится и вот такие вот тоже еще типа билетиков тут вот видно но не буду доставать все я-то надеялась что внутри каждой из вот этих вот стопочек будет будут разные варианты этих товаров но оказалось что в каждой стопке с одинаковым рисунком и вот это вот мне не нравится а так нормально они тут на склеечки я смотрела доставала так вот еще из этой же серии вот такие вот всякие билетики тоже белые купила специально чтобы можно было их окрасить в любой цвет у меня оксайды и стенки есть то есть под свою какую-то работу я смогу окрасить в любой цвет какой захочу также еще вот такие вот здесь по моему они разные все там такого выпадают они все разные ну надеюсь вот так под углом ну видно поэтому так показываем показать поподробнее тоже у девчонок много было показано таких вот они всякие разные интересные мне нравятся они замечательные вот это вот на кальке те такие же а потом просто вот на белых листочках тоже отлично мне вот эти вот нравятся очень ну и опять из этого же вот вот такие вот бумажечки я не ожидала что они будут такого маленького размера думала что может где-то вот такого вот они должны быть они вот такие были пусечные но их тут вон очень много сейчас покажу вот такая целая ой стопочка вывалились у меня я и здесь уже не поленилась рассортировала сверху это те которые мне нравятся а там дальше уже там по нисходящий там их очень много просто на некоторых из них вот вот сверху я положила те которые мне нравятся с обеих сторон то есть там и там текст они двухсторонние это хорошо замечательно не читаемый текст все хорошо единственное что глянцевая поверхность ну тут сверху я положила как раз те которые тут есть одна матовая сторона то какая-то глянцевая но в общем те сверху мне больше понравились а дальше чем дальше тем все меньше и меньше они мне нравились на каких-то из них просто изображены какие-то морские гады ну это вот прям так называется да вы я уже слышала девушка тоже рассказывал и также и сказала гады это действительно официальное название этих животных а не ругательство в общем вот эти вот животные там морские ну точнее рисунки этих животных там изображены вручную мне вот это вот не нравится нарисованы а мне вот с текстом вот это как раз как раз то что я хотела вот вот такие вот бумажные у меня были покупочки потом еще купила для своих сургучных печатей сургуча вот такого таких цветов у меня еще не было сургуча и такой темно-коричневый шоколадный мне понравился красивый такой цвет на еще ничего не распечатывала вот этот вот оливковый но я надеялась что он будет потемнее цвет этот слишком светлый оливковый на моем вкус мне вот хотелось потемнее чуть-чуть ну вот этот вот розовый с одной стороны он отличается от того розового я хотела другой розовый цвет у меня есть розовый но он какой-то такой яркий и розовые и в общем темный а мне хотелось нежный розовый цвет на фотографии как раз такое был а пришел вот такой вот он конечно нежнее того который у меня и менее яркий оттенок но все равно слишком яркий я хотела побледнее может быть белого туда добавить чтобы он нежнее был до размешать и тогда получится то что я хотела сейчас не такая мысль пришла ну вот такой сургуч по моему когда на момент покупки как раз были скидки на вот этот вот сургуч и я с удовольствием приобрела а вот это вот пуговички малепусишные совершенно абсолютно малепусишные я их уже говорю что в два приема заказывала сначала мне пришли вот не помню последовательность одного размера а потом другого мне было любопытно действительно ли они такие маленькие придут как там написано или это что-то какой-то обман и на самом деле пришли малепусишные и я заказала другой размер мне нужно чтобы они отличались мне это нужно для акцентов я вот в бронзе заказала свет ну я так понимаю что это пуговички для одежды кукол такие делают покупают и вот как раз такие малепусишные мне и нравятся отличные вообще пуговички по моему одни 4 миллиметра другие 3 миллиметра вот такие вот диаметре пуговички еще долго долго у меня лежали в лежал это ножик в корзине уже даже не знаю может года три не соврать бы может даже больше на тот момент когда я положила в корзину было модно покупать кармашки для для работ и многие тогда набрали такие с вензелями красивые но эти кармашки плохо вырубались и у меня в том числе я там не знаю воспользовалась ли я им этим кармашком не знаю но я себе положила в корзину еще одну разновидность такого кармашка вот такой вот ножик пакетика достать вот такой вот ножик но я его покупала не просто сам по себе а вот из-за вот этой части сейчас я тоже из пакетика достану вот такой вот ножичек он как мне кажется пойму моему впечатлению такой в руссконародном стиле и вот это вот форма напоминает мне маковку церквей нашу луковку вот это вот и поэтому в стиле вот в этом вот я набрала и кармашек и еще тут есть третий элемент из этой же серии вот такой вот уголочек тоже но думаю раз уж и беру все то и это тоже возьму ну и вырубка сейчас покажу вырубку зная то что эти ножи плохо вырубают я сразу же предприняла все меры для того чтобы вырубилась все поэтому я уже не помню сколько этом прокатов делал это было дело давно у меня все вырубилось хорошо но я вырубала с металлическим адаптером и несколько раз туда-сюда прошла специально чтобы вот исключить момент не вырубания поэтому вот так вот такой вот элемент и кармашек еще тоже кармашек так вот здесь загнула специально нам сгибается хорошо не то что я там как-то однажды покупала рамочку на алиэкспресс а там как-то плохо сгибалась у меня здесь нормально все хорошо и вырубила тоже я с пристрастием специально ну и вот уголочек заодно тоже такой вот все в одном стиле вот теперь у меня гештальт закрыт потому что ну вот годами лежит в корзине а я все игнорировала игнорировала но вот это вот форма мне очень нравится и я все-таки не могла не купить в итоге я приобрела эти ножи красивые очень мне нравится а следующий ножик я не помню я его показывала или нет сейчас покажу он меня уже потом я вот не знаю мне кажется что я его показывала потому что он у меня уже на подложке на магнитной обычно ножи с алиэкспресс я вот на такие магнитные прикрепляю чтобы они друг об друга не это они в таком в пакетике в обычном фирменные ножи там все-таки упаковка фирменная есть и там нет такой вероятности что они будут перемещаться слишком уж свободно и попортятся лезвия а тут в пакетике с алиэкспресс есть такая вероятность поэтому я кладу их сразу на магнитные листочки вот для этого я решила что достаточно будет такого размера рваный край длинный вот такой рваный край ну тоже девчонки уже показывали у многих есть и такие помельче я их уже рассоединила и напильником подработала чтобы можно было удобно пользоваться вот такой вот так ну и сейчас выручку опты тоже покажу у меня уже тоже в одном пакетике чтобы не потерялось ничего все положила в один пакетик так ну вот сразу все покажу значит вот так вот выглядит этот край вот так выглядит так где-то я поперек не повдоль показываю вот потом два еще таких края и вот это вот мне понравилось негатив то есть негатив у этого ножика тоже можно использовать вот этот вот вот этот вот край его можно и внутренней части негатив использовать вот такие вот они интересные мне понравился так следующий ножик показывала анжелика давным-давно уже и тоже я его давным-давно положила к себе в корзину но никак у меня тоже руки не доходили его купить вот в итоге купила вот он анжелика спасибо за наводку ножик вот такой вот это я уже я вырубала одновременно с вот этим ножиком тоже на такой же бумаге тоже попозже ее покажу тоже покупала в тот момент когда мне пришли эти ножики и здесь и негатив красивый ножик сам тоже красивый но у меня пошло волнами потому что тут то я с пристрастием все вырубала я ставила такой же бутерброд а для этого ножа это оказалось слишком много надо было меньше нажатия а я раз оставила такой же бутерброд как для того ножа то у меня тут с волнами получилось или с волнами так что вот а сам вырубился хорошо нормально вот это мне понравится ну и еще покупала я вот такую вот папочку для тиснения но она оказалась моим разочарованием почему потому что вот так в навал я все тут бросила ну как то так получилось в общем у меня была куча экспериментов тут их у меня 11 штук я разные абсолютно делала бутерброды у меня две разные машинки для тиснения и много разных и пластин и адаптеров и всякой ерунды я пыталась получить тиснение красивое но там либо слишком слабо получается либо сразу же прорывается бумага ну и опять вот я получила как раз вот вместе с вот этой вот с этими ножами и на этой бумаге тоже и начала экспериментировать потом я подумала может быть стоит бумагу сменить сменила бумагу но ничего у меня не получилось все равно она прорывается единственный раз получилось когда я намочила бумагу но я свою бумагу мочить не хочу мне не нравится такой вариант когда надо мочить чтобы получить тиснение бывает такая бумага которая не предназначена для того чтобы ее мочили и вот не нравится мне мочить и в итоге я вот уже вся умучилась вся уже в общем я уже даже что-то другое пробовала какую-то красочку с тех пор но не нашла я тот вариант который бы меня устроил поэтому вот эта папка она мне как-то покупка не к душе получилось в общем вот так вот это вот у меня покупочки с алиэкспресс сейчас я их уберу чтобы они тут не мозолили глаза и покажу покупочки из другого магазинчика в предыдущем кусочке забыла сказать что те ссылочки которые останутся не сгорят то я их в описании оставлю на товары вот эту вот пленку обложки для переплета я покупала очень давно я не знаю ну лет восемь назад может быть не соврать бы тут даже как-то у меня видимо неудачно хранился и пожелтел уголочек у меня ну наверное может на солнце как-то попал этот уголочек не знаю я и у меня еще много его осталось потому что в общем он вот эти вот обложки мне не нравятся тем что у них оттенок синий в общем даже когда один листочек то у меня все равно не покидает вот это вот ощущение что он синий и мне вот это не нравится я так его и не использовала а тут тоже в нашем магазине городском наткнулась я вот на такой вот пластик и как тут это позиционируется что здесь тоже он прозрачный прозрачный матовый это как раз то что я хотела казалось бы но оказалось что он нифига не прозрачный вот видите это какой-то кошмар он как калька и он толстый ведь может из-за того что толстый на 4 миллиметра но в общем нифига он не прозрачный хоть и матовый но в общем выбросила кучу денег на ветер и не получила тот результат который хотела а вот это вот это глянцевая обложка ну и эта обложка она как раз прозрачная это это вот она так подождите тут была какая толщина тут была толщина 0,3 миллиметра у первой которую я показывала которая голубая а здесь толщина меньше не вижу 150 микрометров там было видимо 150 300 наверное да получается было а этот ой не получается вытащить в общем они действительно прозрачные без вот этого синего оттенка голубого но опять же я купила втридорога в нашем опять местном магазине наткнулась а потом думаю что же я туплю и покупаю все в наших магазинах залезла на озоны вайлберис а там все гораздо дешевле елки-палки и там уже там уже по-моему это было на озоне нет а нет я ж вру это ж было у меня огорчение я купила на вайлберис вот это на озоне тоже есть я посмотрела было по крайней мере на момент покупки в общем вот эта обложка матовая прозрачная и она действительно и действительно прозрачная ну может быть из потому что она тоньше поэтому она и прозрачная вот она действительно прозрачная что-то у меня тут помялось я не помню такого при покупке это я при хранении есть что ли умудрилась, помяк в общем дело в том я уже даже пожаловалась на сайте на Wildberries что у меня упаковку вскрыли и вытащили 8 листочков стоимость вот этой вот пачечки была 600 с чем-то рублей на момент покупки сейчас не знаю сколько я уже покупала месяц назад наверное может больше и получается 8 листочков это около 67 около 70 рублей в общем получается у меня украли просто мне говорят ну жалуйтесь там куда-то а толку то собственно говоря ну поругаешься и что тебе вернут эти 70 рублей тебе вернут это ну даже не в деньгах дело вернут это испорченное настроение что вот таким вот образом обошлись и в душу наплевали но нет конечно ничего не вернется поэтому я даже взяла все контакты хотела там бочку накатить но потом плюнула думаю только себе нервы портить лишний раз и настроение зря вот и тоже уже даже не помню а тоже на Wildberries тут тоже порвана была упаковка но я ради интереса специально посчитала нет все нормально просто упаковка порвалась видимо в процессе транспортировки здесь все на месте было все листочки это черненькая бумажка и она мне понравилась вот как раз я говорила что покажу в предыдущем кусочке она мне понравилась тем что там обычно обложки у них такой под кожу рисунок вот это мне в них не нравится а здесь сейчас покажу а здесь такое как лен я не знаю видно это будет на камеру или нет рисунок лен мелкие такие полосочки ненавязчивые поэтому в общем мне это понравилось а так я тоже хотела и бежевую коричневую и темно-коричневую светло-коричневую и темно-коричневую хотела купить но тут пачка слишком толстая и куда ее вот не знаю и хранить то уже негде особо мне ну черного у меня почему-то всегда дефицит и я уже покупала и картсток и там еще что-то покупала но как-то все равно дефицит все время у меня вот этой бумажки черной поэтому я решила ее прикупить ну и опять же если какие-то ссылки там останутся они сгорят то оставлю в описании это вот я распробовала девчонки уже давно берут а я все тупила-тупила и вот до меня дошло что скраповые материалы можно покупать на зоны на Вайлдберрис и вот следующую покупочку я как раз покажу что я там приобрела ну уже Вайлдберрис я не стала конечно покупать потому что все я на них обиделась а вот на озон покажу в следующем кусочке уберу вот это они тяжелые так просто не уберешь в какой-то момент я поняла что мой ножик для скрапа которым я режу уже стал очень печально выглядеть он ну я не знаю очень уже давно со мной ему ну не соврать бы может лет 10 наверное он уже пережил ремонт он ну в общем очень печально выглядит уже прямо я как-то посмотрела на него другими глазами и все и поняла что конечно он удобный конечно все хорошо и он не сломался но в общем уже настроение он не поднимает поэтому мне захотелось купить себе обновить инструмент это тот инструмент который у нас самый главный да по крайней мере для меня я когда скраплю то я не вынимаю его из рук практически резаками значительно реже я пользуюсь даже можно сказать что по сравнению с этим ножиком я резаками вообще не пользуюсь и вот захотела я обновить слышала от девчонок что они у меня вот корпус пластиковый девчонок слышала что тяжеленький металлический очень удобно хорошо купить я думаю надо пойти в магазин в наш местный и там выбрать но выбора абсолютно не было никакого но я все-таки все равно купила именно металлический именно вот тяжелый но сейчас я вам его не покажу потому что он у меня куда-то делся я пыталась его найти честно говорю перед съемкой видео но не нашла я его куда-то забросила почему потому что я его вроде как с удовольствием купила принесла домой посмотрела на свой и поняла что тоже я выбросила деньги зря на ветер потому что там вот этот вот регулятор я уже привыкла что я одним пальцем выдвигаю задвигаю очень удобно здесь он палец убираешь с этой кнопочки он отщелкивается и уже фиксируется в этом положении нажимаешь фиксация убирается и можно выдвинуть лезвие я к этому настолько привыкла и я поняла что и это быстро происходит то есть нажала выдвинула нажала убрала то есть прекратила работать и чтобы не порезаться и чтобы ничего не попортить на столе я сразу задвигаю обратно лезвие кладу и все я спокойно все будет хорошо с этим а там вот этот регулятор он вот такой кругленький то есть чтобы убрать фиксацию или ее сделать нужно несколько раз вот так вот другой рукой раскрутить закрутить это ну настолько неудобно мне показалось что я его сразу куда-то там с глаз долой и сердце вон и все и поняла что мне нужно искать вот точно такой же ножичек но уже прям сильно точно такой же я не нашла мне еще что здесь казалось удобным здесь есть вот такие вот пупырышки с обратной стороны которые тоже надежно фиксируют ножик в руке очень удобно и мало того еще я потом еще поняла металлический металлический а например если в межсезонье когда отопление еще нет или уже нет металлическое что-то холодное в руке оно не такое приятное вот поэтому я вот в такой вот коробочке мне прислали очень хорошо упакованный точно такой же абсолютно ножичек вот он новенький у меня брат брат 2 в общем точно такой же ножичек но только единственное здесь поверхность гладкая но правда она такая можно сказать прорезиненная и она шероховатая но может быть это поможет не знаю еще ни разу не пользовалась им как видите все никак не могу от своего родного ножика отпочковаться что ли не знаю я к нему так прикипела в общем и он мне нравится мне нравится бордовый цвет и очень он мне на душу лег этот ножичек даже не знаю как буду от него отказываться хоть этот и такой же но я почему-то он у меня уже тоже давненько лежит но пользуюсь я все равно продолжаю этим своим родным ну как-то так не знаю а этот синенький ну как вот вот эта синенькая часть черная тоже голубой тут синяя тоже люблю но может быть после этого видео я начну им пользоваться не знаю я но как-то вот все равно продолжай своей родной личкой пользоваться в случае необходимости и все как-то так и потом я обнаружила на озоне продаются продаются молды я свои молды от арт просвета покупала тоже уже давным-давно я не знаю году в 13 может в 15 тогда конечно у них выбор был ограниченный и такие были формы примитивненькие честно признаюсь ну и так они у меня и лежат вот эти примитивные я только несколько раз их залила и в общем и все и как-то у меня было такое предвзятое отношение что там какое-то все такое очень грубое у арт просвета я показывала что я покупала на алиэкспресс некоторое количество молдов а потом выяснилось что оказывается все эти молды китайцы передрали у того же арт просвета и вот я как напала на озоне на вот этот вот богатый выбор молдов от арт просвета у меня глаза разбежались причем я сравнивала цены с самим арт просветом на сайте и я вот не поняла в какой-то момент они были дороже потом они стали дешевле или дороже были дешевле потом стали дороже я вот уже как-то подзабыла вот это вот тоже когда-то я покупала может пару месяцев назад наверное сейчас покажу тоже тоже конечно это не дешевое удовольствие вот такие вот молды я купила сейчас покажу вот значит вот такие вот маленькие листочки купила молд потом я купила вот такие вот кругляшки очень интересные звездочки купила и еще купила матрешек себе сейчас поподробнее расскажу про это про все самовар звезда скокарды и это у нас водопадик вот такой что мне понравилось это то что там можно выбрать размер этих молдов и как правило там есть три варианта размера самый большой очень маленький и такой средний так как я любитель мелких всяких деталей то конечно же я все набрала самого маленького размера но вот честно признаться с вот этим вот я пролетела когда я залила я поняла что хорошо было бы среднего размера этот очень мелкий и даже не очень понятно что это такое в принципе да если не знать что это водопад и я сделала фигурки вот из этих молдов сейчас покажу ух все у меня смещаться стало когда я подняла вверх вот может быть конечно будет не очень видно на камеру потому что фигурки из полимер ой господи полимерной глины из эпоксидной смолы прозрачной но для работ я так поняла что мне как раз вот в частности вот эти вот кружочки они как раз мне и хочется иметь их прозрачными они такие довольно толстенькие и они бы утяжеляли работу а так будучи прозрачными это просто какой-то такой элемент который бы добавлял шарма работе я как раз недавно сделала открыточку показывала ее и здесь применила фигурку из молда прозрачную это мне настолько понравилось что она вроде как и не привлекает к себе много внимания и все равно создает какую-то интересность такую то есть добавляет еще она собой своим присутствием интересности добавляет работе как мне кажется и вот я считаю что вот эти вот и листочки и вот эти кругляшки тоже как раз прозрачными мне бы и пригодились в случае необходимости ну а раз я заливала все эпоксидной смолой то в общем эти заливала то я и залила все в том числе и тоже звездочки правда я не знаю я посмотрела предыдущие кусочки я снимаю при естественном освещении и солнышко светит у нас солнечный день сегодня очень хорошо есть у меня отражатель но почему-то мне кажется что как-то темновато я не знаю чем объяснить это не знаю ну вот как-то так получается и то что я говорила вот он этот водопадик очень мелкий и мне бы покрупнее вот честно говоря иногда бывает что лучше бы покрупнее а вот эта вот звездочка чем мне понравилась она плоская относительно плоская тоже маленький размер я взяла я еще хотела купить орден отечественной войны но посмотрела на размер а он такой слоняра и в общем я отказалась от этой мысли вот этот вот самоварчик есть у меня некоторые идеи я еще и матрешку тоже в связи с этой идеей купила ну пока не буду раскрывать когда это будет и вообще будет ли но задумка такая на мой взгляд интересная мне кажется ну по крайней мере она мне к душе честно говоря в этой фигурке мне мешают вот эти вот сушки которые тут висят когда заливаешь это такая вероятность что там будет пузырьков много я вот уже делала это у меня вторая фигурка а там как раз мне кажется что они такие какие-то неполные неполностью залиты или что-то вот здесь я уже постаралась и целенаправленно убирала эти пузырьки вручную все там из каждой вот этой сушки это конечно и неудобно и долго и в общем сушки я бы убрала честно говоря и они как раз затеняют этот самоварчик он красивый здесь рисуночек красивый проглядывает не знаю видно вам не видно ну в общем как-то вот так самовар классный замечательный мне понравился и так же и понравились здесь две кружечки они направлены в разные стороны это тоже хорошо такие классные кружечки к самоварчику замечательно а вот эти вот матрешки они в общем разочарование для меня во-первых там есть у просвета три разновидности матрешек они разные все я долго выбирала и пока выбирала тот вариант который мне больше всего понравился его раскупили я так расстроилась в общем еще выбирала из тех двух мылилась мылилась мне не нравится но купила в общем третий вариант я сказала что второй мне понравился да а вот это третий вариант матрешек но мне ну я не знаю как это назвать брак или не брак в общем в молде получилось так, что там такие ну они не рытвины их слишком громко сказать, если бы это были рытвины вам может даже показаться, что ничего и не видно, в принципе, да но я вижу со своим перфекционизмом что там идут такие полосочки, вот через всю фигурку через большую, через маленькую идут такие полосочки и кажется, что это как будто бы, вот на гладкой там, где рисунок их не видно а где гладко, это как раз на лице там такие полосочки, кажется, как будто бы матрешка плачет ну вот, представляете, ну может быть даже вам это и не видно, не знаю я но я вижу на обеих фигурках, я когда залила увидела это и расстроилась, ну там и не скажешь, что это брак и вроде претензию не предъявишь что вроде как ну не знаю, ну вот это вот мне вообще прям серпом по сердцу как-то сказать в общем, не понравилось слово паразит, в общем, у меня я заметила да, ну и как-то я не могу от него избавиться, уж извините буду пытаться избавляться но пока не получается вот эти фигурки, я от них в полнейшем восторге это такие кругляшки мне кажется, что я видела точно такие же размером большим но понравились мне именно мелкие ну так как я фанат мелких деталей то и это тоже мне понравилось мне кажется, это такой универсальный декор его можно в любую работу и особенно вот такую прозрачную просто для интересности их 20 штучек и они все разные я показываю, видно вам или нет рисунок разный все такие интересные вообще я в полном восторге от этих фигурок они тоже, конечно, не тоненькие тут я не знаю, миллиметра 3 точно будет ну вот мне бы, конечно, потоньше вот эти тоненькие вот листочки тоненькие, тонюсенькие по толщине мне они нравятся но я так думаю а че ж они все одного размера то почему нельзя было в одном молде сделать разного размера ну пусть она будет одна разновидность этого листочка но чтобы они были разного размера потому что ну как вот использовать вот вот такой вот там в другом месте опять такой же размер да интереснее же, когда разного размера декор но подобного рисунка вот эти вот листочки мне нравятся я их отличаю все хорошо а вот эти вот все ну ладно, этот немножко отличается от них да но вот эти, мне кажется, все родственниками но я понимаю, я догадываюсь я не зоолог, не биолог не ботаник в общем, для меня вот это все это родственники кленового листочка я понимаю, что все, наверное здесь разные эти растения но вот для меня как простого обывателя я их не различаю они все у меня на одно лицо как-то вот так я думаю и вот это вот вместо вот этого можно было вот этим листочком сделать побольше а потом я когда увидела поподробнее посмотрела на сайте увидела, что там есть отдельно для каждого из вот этих вот листочков наборчики которых они крупнее как раз вот и потом уже попозже покажу кое-что тоже ну в общем вот эти вот я считаю для себя бесполезными мне достаточно было бы одной разновидности вот он кленовый там вот этот один кленовый листочек и все больше всего, конечно мне понравились вот эти листочки это вот они тоненькие и тоже прозрачные можно куда угодно их в любую работу цветочную разместить и я их различаю по крайней мере вот так вот а тут звездочки они есть просто гладкие там а есть с такими ребринками не знаю видно я как-то сегодня высоко повесила камеру и мне плохо видно что я вам показываю вот такие вот разного размера они да но есть опасность травмирования потому что у них такие острые вот эти вот уголки ну очень острые прям я даже не знаю зачем так остро было делать можно было и немножко как-то сгладить это но я так думаю что вот эти вот слишком слонярки конечно а мелкие надо побольше поделать уже вот так вот так я что-то не сказала поэтому или сказала вроде бы все сказала я тут про эти молды ну так тут положу с краешку а собственно говоря чем заливать я вот эти молды увидела я их купила все хорошо но вот предыдущая у меня была эпоксидная смола она у меня уже на исходе и надо чем-то заливать и я мне вообще-то хотелось получить фигурки из жидкого пластика во-первых мне понравилось им пользоваться я когда покупала от арт просвета а потом у меня был неудачный опыт я купила прошлой осенью осенью 22 года да я покупала пластик и он меня от как там артлайн артлайн был пластик у меня он меня разочаровал вообще в край потому что у него очень маленькое время жизни и я вообще ничего не успевала сделать с ним и он у меня я его забодяжила слишком много сразу же и он у меня сразу же весь застыл сразу и все и вообще я даже не смогла им воспользоваться толком ну вот а тут я решила все-таки поискать пластику которого будет время жизни побольше и то я пыталась его купить а тоже удовольствие не дешевое пыталась его купить где-то поменьше объемом но чтобы у него было время жизни подольше и как-то нацелилась на один у меня его из-под носа купили потом другой потом я сделала заказ тот появился в общем опять в общем значит а тот который я купила у него объем получился большой больше чем мне хотелось бы но вроде как время жизни побольше я себе купила вот такой пластик на озоне ну и опять же в очередной раз повторяюсь если какие-то ссылки будут живые то я оставлю по-моему на озоне я покупала или еще на тот момент на вайлдберсе меня не огорчили не знаю я ну вот вот такой пластик тут позиционируется что здесь время жизни 6 минут и я прямо кладу секундомер на часах и засекаю чтобы мне было в общем да что ж такое мое слово бросит и чтобы я успела воспользоваться этим пластиком но я нервничаю тороплюсь и как-то у меня с этим пластиком не знаю не сложились отношения конечно я стараюсь поменьше теперь объем сразу забодяживать но и тогда получается фигурки должны быть не ажурные а я люблю ажурные тут вот если эту залить она покрупнее вот эти вот пластиком желательно фигурки заливать которые либо большого объема либо там чтобы было не было точнее каких-то ажурных элементов я как раз фанат ажурностей но не знаю я вот покупала показывала тоже как-то уже в предыдущих своих покупках то ли зимних то ли каких от примы я покупала молд с часиками вот там как раз нормально вот он у меня более-менее для них подходит вот этот пластик ну все равно буду пытаться его использовать не бросать живо смотрите сколько у меня его тут много как-то вот так вот но не надеясь на этот пластик я все-таки решила подстраховаться и купить себе эпоксидную смолу но на момент покупки когда я вот эти вот молды покупала от Artline мне понравилась эпоксидная смола от Artline но ее не было в продаже и что же мне делать и там выбора вообще на тот момент не было абсолютно никакого и я купила вот такую вот огромные вот такие вот причем по-моему там у Artline было один к одному смешивать а здесь два к одному смешивать это очень неудобно на мой взгляд ну вот купила вот такие вот бутылочки и заливаю сейчас в основном получается из них вот больше всего мне нравится там можно как-то регулировать но опять же вот начала заливать я да вроде казалось бы все нормально но с пластиком у меня не сразу получилось я не поняла в чем дело у меня кухонные весы они с граммами с миллиграммами как мне казалось все хорошо но первый раз у меня пластик повел себя очень странно я отмерила необходимое количество а потом он повел себя так как будто бы не одинаковое количество у меня материалов я сначала не поняла в чем дело потом до меня дошло что видимо весы как-то у меня уже старенькие и в какой-то момент они перестали мне показывать верное число миллиграмм в граммах все нормально а миллиграммы он врет и поэтому мне пришлось купить ну я знаю девчонки покупают весы тоже с миллиграммами я еще пленочку не убрала но уже попользовалась несколько раз пока работают вроде бы вроде работают нормально как будто бы пока что это моя выручалочка такая пришлось мне видите заменить мои весы тоже по-моему на озоне да на озоне эти точно на озоне и еще мало того от артлайн там практически не было проблем уберешь эти пузырьки и все в порядке а вот эта эпоксидная смола с ней у меня как раз возникли проблемы особенно по-моему когда я второй раз заливала у меня получилось много брака ну это я так считаю потому что там ну здесь на поверхности не было этих пузырьков а они объявились в момент высыхания внутри там внутри молда и как раз когда переворачиваю фигурки получилось что на поверхности фигурок эти пузырьки причем вот они как раз появляются именно в момент высыхания то есть когда я залила этих пузырьков нет а в процессе высыхания они появляются по-моему я уже где-то об этом говорила не помню где ну в общем а вот наверное когда открытку делала да я уже вот когда делала открытку вот это вот я об этом как раз и говорила вот какой момент и там вот как раз я столкнулась с этой проблемой а когда заливала третий раз то там уже прям вообще все было очень расстроилась и пришлось мне покупать зажигалку вот так вот но зато когда я я вот недавно уже у меня не было времени но я так немножко у меня там что-то какие-то фигурки не дозалились мне пришлось добавлять вторым слоем эту эпоксидную смолу и там прямо в процессе размешивания у меня дикчайшее количество пузырьков появилось я прям обалдела от этого и прошлась я горилкой и все и вот эта проблема с пузырьками исчезла они прям тут же ушли ну в общем знатоки конечно об этом все знают я уже я вот такую подобную видела у Елены Коломеец привет Леночка и тогда я решила что а зачем вроде и так пузырьков нет зачем ее покупать но это я от артлайн когда эпоксидную смолу покупала там было все в порядке а с вот этой вот врединой вот пришлось мне покупать тоже на озон но я ее нацелилась купить у меня ее из-под носа увели елки-палки но потом через какое-то время она опять появилась в продаже поэтому поэтому опять же повторяюсь если будет возможность то ссылочки оставлю ну и мне давали скидку там пришла вот вместе с молдами я пыталась честно пыталась там на сайте посмотреть купить что-то мне очень много там понравилось мне там нравятся чипборды но в приоритете оказались немножко другие покупки и все а тут в подарочек мне прислали вот такая вот ручная работа деревянная эта фигурка и вот такая вот фишечка вот такая но она мне кажется такого огромного размера у меня сроду фишек не было такого диаметра большого здесь что-то апельсиновое кружочек апельсина и стаканчик купила куда я показываю и конфетки конфетки в подарочек положили спасибо арт-просвет арт-студия просвет она называется ну вот скидку я проворонила но я опять же заказала на озоне мне понравился чипборд сейчас покажу от скраб магии ну и я подозреваю что наверное на озоне он дороже чем в скраб магазинах мне так кажется но я не уточняла не узнавала я просто наткнулась и не смогла устоять купила вот такие вот рамочки они все в пакетиках я леню доставать просто обалденные рамочки с вензелями как мне нравится отличные ну и еще там я наткнулась у них на чипборд про Алису мне эта тема давно уже нравится но я все себя отговаривала от этих покупок тогда мне очень понравился наборчик бумаги Time to Dream от скраб мира но я себя била по рукам не купила сейчас я об этом жалею конечно уже сейчас эту коллекцию не найти а все другие остальные мне не нравятся к покупке я не знаю что делать но вот наткнулась на чипборд и не смогла устоять купила тут такие интересные рисуночки не избитые как мне кажется по крайней мере отличные вообще рисуночки вот в такой вариант я купила и еще вот такой вот тоже купила тоже на эту же тему Алисы если кто-то увидит бесхозный наборчик от скраб мира Time to Dream маякните пожалуйста я куплю потому что сейчас я говорю мне как раз вообще ничего не нравится на эту тему хотя я знаю много продается то ли то мне не нравится цветовая гамма то мне рисунки не нравятся то еще что-то а там ну в общем пожалела я что не купила ну и заодно еще я тут компанию купила также я продолжаю все собирать материалы для своего потенциального альбома Боха тоже у меня там определенное количество материалов есть но я если увижу то покупаю еще что-нибудь здесь вот такие вот рисунки интересные и с перышками и с макраме макраме у меня никак руки не дойдут ни купить ножи с макраме ни начать изучать как там плести макраме у меня это в голове сидит но пока видимо не до этого я потом попозже еще расскажу в другом видео что у меня какая сейчас болезнь началась вот а с макраме пока дела не складываются ну вот хотя бы в чекборде купила вот значит вензелюшки понравились я вообще-то собиралась купить очень много вензелей в магазине просвета арт просвета но так как я уже потратила деньги на другое то хотя бы вот немножко мне купить вензелей вот вот так вот я решила обойтись ну и мне в подарочек положили вот такие вот цветочко-листочковый чубортик небольшой подарочек вот так и у меня есть вот я тоже говорила что самовар и матрешек я купила для одной задумки ну и тут самовар у меня еще будет в одной покупке я тоже покажу а здесь я тоже наткнулась на озоне на этот самовар и не смогла не купить но тут еще заодно есть баночки пусть они будут это у нас от арт узора наборчик и конечно же в свое время я его видела когда-то там это вот на кулинарную тему наборчик но тогда мне не надо было а тут понадобилось вот этот вот но я так поняла что здесь еще вместе с контуром да буду я это все конечно срезать контур мне нафиг не нужен у всех фигурок видимо да контур что-то я не поняла зачем они это сделали ну вот опять у меня все в навал все некрасиво лежит ну не знаю как-то как-то так получается ради самоварчика купила я вот наборчик штампиков тоже на озоне и еще на озоне купила вот такой наборчик тоже от скрабберис я помню прекрасно продавался тогда ну это для циркового набора но я купила из-за как вы понимаете из-за карты и мастей вот ну а тут еще тоже есть параллельно еще звездочки если на какую-то на 9 мая делать что-то и вот на детскую тему если то шарики а вот это вот надписи мне не нравится англоязычные конечно же и это все вот в той же теме про Алису вот уже но я давно засматривалась на эти материалы про Алису но тоже опять себя била по рукам но раз бумагу не купила зачем мне материалы но тут не удержалась вот ну и когда я увидела такое разнообразие молдов у арт просвета я спать не могла выбрала вот эти 7 а мне мало а тут я еще набрала вот и жидкий пластик и эпоксидную смолу и куда девать такой объем в общем я решила докупить все-таки еще немножко молдов себе я говорила что там листики сокрушалась я что нет большего размера а тут я посмотрела там их дополна этих молдов с большими фигурками но оказалось что они слишком слоновие то есть а там размер не выбрать либо вот этот минимальный маленький который либо вот этот сразу огромный слонярки вот эти вот я купила один на пробу и слава богу что я купила у меня в корзине лежали прямо все для каждого вот этого листочка вот там их я не знаю штук 4 или 5 еще дополнительно слава богу что я их не купила потому что вот это такое огромные вот эти вот я когда получила и у меня дар речи пропал такие они огромные ну я знаю девочки любят они огромные цветы в работы вставляют мне не нравится так может кому-то понравится слонярки но в общем мне бы желательно был размер который между вот этими вот мелочевкой между и между вот этим слоном ну потому что они тоже рядом не стояли ну как вот надо что-то среднее ну вот не знаю вот это вот мне не понравилось я вот это вот сейчас то что я показываю три наборчика я получила их буквально недавно и пока у меня руки не дошли их залить но думаю что скоро появится у меня время и я этим займусь купила я еще в первый раз на них смотрела когда заказывала вот эти вот веера но потом решила что они слишком тоже огромные вот вот эти вот два очень большие ну вот этот вот это максимум того что я могла бы применить где-то в работе а он здесь самый маленький получается из одного его маленького покупать целый набор дорогой как-то мне показалось слишком жирно а тут я все-таки соблазнилась они я так смотрю такие тоненькие и если его сделать например прозрачным из эпоксидной смолы то может быть и ничего попробую тоже веера у меня тоже тут ну мыслей много много задумок ну я пока у меня дойдет до воплощения уже все задумки как-то гаснут так ну вот а еще в этой же закупочке я купила себе книжку тоже в первый раз я на нее глаз уже положила но тогда она мне не досталась ее тоже мне кто-то перехватил в этот раз вот купила самый маленький размер и тоже еще не заливала я видел там две разновидности книжек есть одна с какой-то розой примитивной мне она не понравилась а вот эта вот нормальная мне так кажется и вот книжечку я себе тоже прикупила собственно говоря это вот те покупки которые я делала в течение четырех наверное месяцев на озоне ну а сейчас уже покажу наверное покупочку которую я сделала в скраб магазине с момента съемки предыдущего кусочка прошло недели три наверное но я все-таки решила вставить этот маленький дополнительный кусочек показать какие у меня фигурки получились из моих новых молдов пыталась что-то найти чтобы было виднее какой-то фон но как-то не очень у меня это получилось все равно не отображается на видео выгодным образом фигурки не отображаются но надеюсь все-таки вы увидите вот я купила молд с большими листиками в комплект вот этому и вот такая вот разница маленьких относительно больших как-то оно не сочетается вместе по-моему книжечка просто суперская вообще отличный молд хорошо пролилось все странички здесь не знаю увидите вы или нет прямо так видно прямо вот эти странички в книжке красота молд отличный мне понравился а вот тут скорее всего видно не будет на молде есть рисунки на самом веере а здесь вот не очень их видно ну вот такие вот фигурки у меня получились отличные прекрасные просто замечательно я рада ну конечно я понимаю что веера были разные например в 19 веке в России если вот этот молд применять в работах например для Питера для питерского альбома я вот собираю материалы и совершенно абсолютно другие веера где-то в восточных странах там даже год откуда они менялись была своя мода всякие заморочки но в данном случае я не такая привередливая поэтому я считаю что можно было бы использовать и вот в альбоме для Питера например и так же и в восточных тоже работах японских каких-нибудь китайских и знатоки конечно сейчас меня тапками закидают ну ладно в общем в этом смысле я спокойно отношусь я прискребаюсь совершенно к другим вещам а тут считаю что вполне можно воспользоваться вот такие вот фигурочки у меня получились я довольна своими молдами все отлично все же я решила видео с покупками разделить на две части здесь я вклинилась при съемках из второй части и хотела бы с вами попрощаться в конце первой части вот так запутанно говорю если вы хотите увидеть о чем я рассказываю во второй части то что здесь вот лежит то смотрите вторую часть тогда а пока что пока пока вклинилась вклинилась вклинилась